Четвёртое поколение игровых приставок Возможно, многие из вас знают NEC по их выдающимся мониторам. Хоть компании были и молодыми, но работники были очень амбициозными. Им удалось создать не только самую крутую приставку на то время, да ещё и самую маленькую в истории. Добиться таких размеров удалось благодаря передовой разработке Hudson Soft. Процессор в приставке работал на частоте в 7,16 МГц, но также мог работать и на пониженных частотах. Всё зависело от загрузки системы. Видеоконтроллер состоял из двух 16-битных процессоров HUC-6270 и HUC-6260. Разрешение экрана было 256 на 216 пикселей. Цветовая палитра поддерживала 512 цветов, а видеопамять была равна 64 кБ. Оперативная память была 8 кБ. В основном эта приставка была примечательна тем, что стала первой приставкой, использующей диски. Хотя CD-диски большим преимуществом не стали. В игре лишь появились какие-то слабые видео вставки, и продолжительность игры могла быть слегка увеличена. Ведь изначально приставка была рассчитана только под картриджи, и система просто-напросто не могла показать нечто большее. Да в принципе и скорость привода была лишь 1х. А теперь мы перейдем к алмазу сегодняшнего выпуска, к приставке Sega Mega Drive или Genesis. Алмазом эта приставка является не потому, что она была самой крутой, не потому, что у нее были самые большие продажи, а потому, что это система нашего детства. Ведь именно с этой приставки многие начинали свое знакомство с миром интерактивных развлечений. Приставка продалась количеством в 40 миллионов, меньше, чем ее ближайший конкурент с NES на 10 миллионов. Но давайте будем учитывать, что это одна из самых подделываемых приставок в истории, если не самая. Пиратские копии Sega, как мы привыкли ее называть, выходят до сих пор, будь то портативные варианты или нет. Поэтому еще неизвестно, копии какой приставки больше разошлось. В первую очередь, приставка завоевала такую популярность не из-за каких-то заоблачных характеристик, а из-за своих изумительных игр, таких как Sonic, например. Когда люди видели, какие эксклюзивы выходят для Genesis, они не раздумывая снеслись в магазин, дабы успеть прикупить себе эту чудо-систему. Самый главный толчок приставки дал вышеупомянутый Sonic. На российском рынке мы все играли не в саму Sega Mega Drive, а в Sega Genesis, а точнее в ее клон. Хоть на приставке и писали Mega Drive. ЦП в приставке стоял Motorola 68000 и работал в 16-битном режиме. Тактовая частота составляла всего 7,61 МГц, что довольно-таки мало, но сердцем приставки был ее графический контроллер, который мог обрабатывать огромное количество объектов и спрайтов без ощутимых потерь в качестве. Помимо этого, ЦП можно было разогнать на 300%, хотя прирост производительности был минимальный, и то в нескольких играх. Например, в Sonic Hedgehog 2 он позволял достичь тех скоростей, которые изначально планировались разработчиками. Графический процессор был создан на базе TMS 9918 компании Texas Instruments. Он позволял отображать до 80 спрайтов одновременно, палитра была 512 цветовая. Все компании, создававшие игровые приставки, старались привлечь публику дополнительными девайсами, увеличивая тем самым производительность. Но Sega решили пойти дальше и создать нечто грандиозное. Первым дополнительным устройством стал простенький CD-привод, работавший все с той же скоростью 1Х. Единственным плюсом CD это была его память, почти в 700 мегабайт, по сравнению с 16 мегабайтами картриджа. Потом вышел некий Power Base Converter, который позволял запускать игры с Sega Master System. Для этого использовался второй процессор, установленный также в Sega Z80. Про него я рассказывал в предыдущем выпуске. Собственно, как работал этот агрегат? Так, как все игры на Master System были совместимы только с процессором Z80, модуль как бы отключал CP68000 и включал старенький Z80. Вот так просто и выглядела совместимость. В 1994 году, когда на горизонте появились первые 32-битные системы, а Sega Saturn до выхода еще было долго, компанией Sega было решено выпустить очередной модуль расширения под названием X32. Этот модуль превращал 16-битную консоль в 32-битную, хоть и не на максимальных возможностях. Модуль содержал два 32-битных процессора, но все равно был очень слаб и не мог идти ни в какое сравнение с современными 32-битными системами. Да в принципе, и зачем покупать какой-то чудо-модуль для устаревшей приставки, если можно немного добавить и пойти купить новую консоль? Как следовало ожидать, продажи X32 с треском провалились и не окупились даже деньги, потраченные на разработку. Практически никто из нас не знает, что для Sega выпускалась мышь, да в принципе это к лучшему, ведь могли с ее помощью мы поиграть лишь в одну игру, Art Attack. И последний девайс, который тоже провалился, это активатор. Активатор пытался создать эффект виртуальной реальности. Был большой восьмигранный кусок пластмассы с датчиками, мы становились в этот круг и начинали движение. Технологии тогда были несовершенны, и игра плохо реагировала на ваши действия, поэтому игрок брал в руки любимый джойстик и продолжал игру по старинке. Nintendo не торопились выпускать новую консоль, даже после выхода Genesis. Думая, что NES протянет еще долго, да в принципе так и было. Даже после выхода Sega, NES долго пользовалась популярностью из-за своей малой цены. Но со временем люди хотели новых ощущений, и потихоньку стали покупать Sega. Руководством Nintendo незамедлительно было решено разработать новую приставку. Главной задачей инженеров было создание консоли, которая сможет успешно составлять конкуренцию долгое время после выхода. Решение нашлось. Если раньше с картриджем в основном увеличилась видеопамять, то теперь на картридже могла находиться вторая видеокарта, например, или дополнительный процессор. Но это, конечно же, образно. На самом деле картриджи могли содержать чипы, которые по сути и играли роль процессора. Приставка носила название Super Nintendo Entertainment System. Но сначала я расскажу о врожденных характеристиках приставки. Центральный процессор был разработан уже известной нам фирмой Eriko и работал на частоте 3,58 МГц. Процессор назывался 5A22. Основан он был на 16-битном процессоре WDC65816, который, в свою очередь, был создан благодаря процессору фирмы MOS Technology 6502. С графической системой всё намного интереснее. Блок обработки графики состоит из двух независимых интегральных схем, которые можно рассматривать как единое целое. Система имеет 64 килобайта видеопамяти, 544 байта для информации о спайтах, а также 512 байт для цвета. Разрешение выдаёт до 512 на 448 пикселей. Самой главной графической фичей приставки был чип Super FX, разработанный компанией Argonaut Software. Конечно же, этот чип был неродным и мог быть подключён с помощью картриджа. Чип использовался для создания на приставке практически полноценной 3D-графики. То есть уже в те далёкие годы SNES смог воспроизводить недурную 3D-графику. И последним важным новшеством был комплект Satellite V. По сути, это был модем и не модем сразу. Он мог ловить радиоволны спутникового радио, а также загружать ремейки разных игр. Подключался он непосредственно к самой SNES. И последняя приставка на сегодня – это Neo Geo. Приставка была изначально создана для игровых автоматов. То есть в игровом автомате стояла приставка, а на панель лишь выводились управление и изображение. Одновременно в приставку можно было установить 6 картриджей. Позже приставку было решено выпускать отдельно для телевизоров, но система провалилась. Цена была большой, а возможности – маленькими. Процессор стоял Motorola 68000. В следующем выпуске вас ждёт новое поколение приставок и новая интересная информация. С вами был Perpetuum Mobile. Комментируйте, оценивайте, подписывайтесь, вступайте в группу ВКонтакте. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!